Сотрудники городского отдела ГИБДД по безопасности дорожного движения проводят подобные акции регулярно. В осенне-зимний период даже на освещенных участках улиц не всегда можно заметить приближающегося пешехода. Особенно это касается школьников, которые по своей детской невнимательности часто оказываются под колесами автомобиля. Большая проблема возникает, когда дети утром идут в школу и еще на улице темно, и вечером возвращаются домой, когда уже темно. На пешеходных переходах водителю ребенка очень плохо видно и, к сожалению, у нас только в октябре месяце уже семь детей на нерегулируемых пешеходных переходах оказались под колесами транспорта. Именно поэтому госавтоинспекторы призывают родителей обратить внимание на одежду детей и использовать как можно больше светоотражательных элементов. Это могут быть брелки, наклейки, специальные жилеты, ленты. Школьники приняли активное участие в конкурсе. На суд жюри ребята представили верхнюю одежду и аксессуары. Разработать модели им помогали как родители, так и педагоги. Наклеечки специальные готовили со светоотражающей пленкой и наклеивали их на рюкзаке, на сумку. Затем эти же элементы светоотражающей пленки мы наклеивали на перчатки, на шапки с левой стороны, чтобы водитель нас увидел. Ребята выходили на сцену и по очереди демонстрировали сверстникам готовые модели. Всего в зале собралось около ста ребят. По итогам конкурса жюри признало победителями команды 5, 7, 44, 52 школ и 31 гимназии. Все участники конкурса получили в подарок светоотражающие брелки, а участники дефиле еще и браслеты. Елена Шевкунова, Александр Менщиков, информационное агентство Курганру.